Как вы вообще пришли? Вы как узнали обо мне? Ну, во-первых, я благодарю, что вы меня пригласили, дали эту возможность выразить свое мнение о программе. В первую очередь, я хотела бы сказать, что я достаточно скептичный человек. Я очень осторожно обнашусь с информацией, которую я получаю извне, потому что сейчас очень много информации, да, в интернет-пространстве. Я не очень часто захожу в социальные сети, я скажу, что это практически не присутствует, но однажды я услышала ваш эфир, и буквально, знаете, кусочек его, и меня просто поразило то, как мне отозвались ваши слова. Я еще для себя отметила, думаю, я хочу попасть на эту программу, я хочу послушать дальше. Далее, несмотря на свой скептицизм, я пришла в программу, и я удивилась, насколько всеобъемлющим был материал. То есть, насколько много я получила, то есть, это баланс на уровне тела, на уровне души, на уровне мыслей, на уровне чувства и эмоций. То есть, я настолько привела в себя баланс, и вообще, я считаю себя достаточно успешным человеком, то есть, я очень много работала, у меня есть большие цели, большие планы, но как я к этому приходила, как я приходила к достижению своих целей, я приходила через огромный труд, через вот эту энергию достигаторства, которая привела меня к определенным болезням. И многие мои желания, в принципе, именно желания, вот, как женщины, да, которая должна, хочет получать удовольствие, они, в принципе, были немножко прикрыты. То есть, я, как казахская снаха, казахская семья, я не позволяла себе многие вещи, то есть, я считала их достаточно наглыми, возможно, да, в рамках нашей культуры. И благодаря программе, я проработала многие страхи, многие паттерны, которые ограничивали меня. И я экологично вошла, знаете, в получение изобилия. То есть, у меня, помимо моих проектов, которые я раньше на себя как после тащила, сейчас я веду их легко. Мало того, что у меня пришли еще, на меня стали сыпаться идеи, и пришли еще проекты, которые я знаю, как реализовывать. То есть, у меня уже сформировалось видение, у меня прекрасные отношения в семье, то есть, у меня прекрасные отношения с детьми. То есть, слава богу, и это все у меня, получается, спроецировалось, как работа над собой. Потом я хотела отметить для скептиков, которые сейчас меня слушают, потому что я сама так и была, о цене программы, да? То есть, проходя программу, слушая каждый день, я понимала, боже мой, вот этот целый день можно растянуть на целый курс, и изучать его месяцами. То есть, а здесь такой огромный океан информации, и огромное вам спасибо за то, что вы щедро делитесь, да? Это информация, это реально, это прям подарок. Я вижу, какой вклад вы делаете в развитие общества. Поэтому я просто была удивлена, насколько вот этот поток информации, его не успеваешь усвоить. То есть, его слушаешь, слушаешь, и с каждым разом ты открываешь на себя что-то большее. С каждым разом ты видишь, где я еще могу развиваться. То есть, та цена, которая сейчас есть, это просто реально подарок, и она такая достаточно номинальная. Я бы хотела сказать всем, даже не думая, идите и послушайте. То есть, рассказать и вместить это там в 15-минутный разговор невозможно. Невозможно передать, какие эмоции, какие чувства раскрываются на этой программе. Такие программы находишь в себе, которые тебя ограничивают. То есть, я, несмотря на то, что я считала себя достаточно продвинутой, у меня были коучи, наставники, иностранцы, которые работают с Кайли Винок. И придя на программу, я просто подумала, вау, то есть, такого огромного потока информации, но она же стоит миллиарды, она бесценна. То есть, если мы будем ее оценивать, это миллиарды. То есть, человек может прожить всю жизнь, а никогда не понять то, что ты можешь понять за несколько недель. И я до сих пор пребываю, знаете, в этом потоке осознания. Каждый день я просто смакую с кайфом, насколько можно, ну, это благодаря, насколько можно получить такое благословение, и получить вот эту информацию. Там и психология, и питание, отношение к себе, отношение к своим близким. Вообще, выстраивание полностью в своей жизни в экологичном формате – это то, что действительно нужно нашим женщинам в первую очередь, потому что они должны воспитывать счастливое поколение. Да, это от нас зависит. Конечно. Счастливая женщина – это наши счастливые дети. Спасибо, Дан. Спасибо, Дан. Дана – одна из моих ВИП-клиентов, которая настолько комфортная и приятная, я тоже в ответ хочу сказать, что она настолько тонко воспринимает информацию, и самое главное, что мне нравилось с ней работать, потому что ВИП предполагает, что у нас личные встречи, да, и мы разбираем личные задачи. Насколько она внимательно их слушает, внедряет. Я видела вот это вот вау-осознавание, да, постоянно, что вот у неё вот прямо в моменте сразу сознание расширялось. Вот прямо в моменте. Не потом ей надо подумать там, ещё три дня походить, там, поосознаваться, да. Вот прямо в моменте ты их вешаешь, она в моменте, я вижу, видела, как у неё сознание расширяется. Это очень приятно так работать, когда ты видишь, что ученик готов. Вот Дана, вы из тех, которые готовы были заниматься вот индивидуально со мной. Спасибо вам большое за доверие, за то, что вы сегодня пришли и поделились своей историей. Спасибо. Спасибо.